Да, включил. Окей. Високоса нет, поэтому они были прочитаны вместе. Вот, глава военных вообще состоит из одного единственного параграфа книги Дворим, вот, а в Ницавим есть одна целая и одна еще куском. Так вот, в главе Ницавим есть отрывок достаточно важный, который называется «Прошат Тшува». Во многих полных седурах в конце утренней молитвы приводятся некоторые важные отрывки, которые, ну, не грех и почитать. А поскольку мы сейчас заканчиваем месяц Элуль, и с Божьей помощью уже даже Ашкеназы вчера начали читать Слыхот, и вся наша жизнь проходит под знаком подготовки к Рошашана, к Нюсуда. А какая самая лучшая подготовка – это Тшува? Вот мы с вами разберем сегодня Парышат Тшува. Что это? Это тридцатый параграф книги Дворим. Как обычно, я включаю сейчас демонстрацию экрана, и не очень много у нас слов таких непонятных. Некоторые из них я выделил зелеными, они идут отдельно в словаре, но там, наверное, поставил файлы на нашу группу. Так, у меня большая просьба ко всем присутствующим онлайн и ко всем, кто пользуется нашими занятиями, скажем, записей. Если у вас есть какие-то пожелания, скажем, в прошлый раз я проводил занятия, рассказывал, рассказывал, а под конец меня попросили быть немножко медленнее. Ну, если бы просьба эта поступила чуть пораньше, да, соответственно, я, может быть, немножко меньше материала успел бы дать, но многим, наверное, это было бы полезнее. Так, пожалуйста, если я слишком занудно и подробно рассказываю о каких-то словах, которые и так всем понятны, сообщите мне. Если, наоборот, я голопом проскакиваю какие-то непонятные вопросы, пожалуйста, сообщайте мне. Я ставлю себе цель научить вас читать Тору, читать и понимать, то есть разбирать слова. Вот, и если даже не понимать ее без перевода, до этого все-таки еще расти-расти, то, по крайней мере, сравнивая текст оригинала с текстом перевода, понимать, почему перевод именно таков. И где перевод отступает от прямого текста, да, в сторону немножко более художественную. Итак, про шатшуа, она идет где-то до десятого посука, но что мы с вами успеем, то и успеем, может быть, даже успеем и побольше. Значит, очень прошу вас, если что-то непонятно, сразу поднимайте руку, спрашивайте. Итак, ве-ха-я и будет ки-я-во-у, а-ле-ха. В данном случае ки мы тоже переводим. Когда я-во-у, корень здесь бет-алев, точнее бет-вав-алев и вав здесь выпадает. Корень тут означает приходить. Я-во-у, это будущее время. Значит, у указывает на множественное число. Когда придут, а-ле-ха, что это такое? Это предлог а-ле, что означает на, а еще означает о ком-то, о чем-то, да. И местоименный суффикс ха, показывающий на тебя. Второе число, единственное число мужского рода. Ну, в данном случае это имеется в виду весь народ. Когда придут на тебя, коль га-дварим га-эле, коль всякие, все, дварим, давар, это не только слово, но и дело, да. Га-эла означает эти. Все эти вещи, все, о чем было сказано раньше, да. А что мы читали в прошлой главе? Браха и кла-ла, да. Благословение в том случае, если ты будешь исполнять волю Всевышнего и проклятие в противном случае, так. И вот здесь объяснение это. А-браха, что такое абраха? Благословение, да. Корень бет-рейш-хаф. Ну, я не помню, наверное, я об этом не говорил, давайте я упомяну. То же самое корень есть еще в слове колено, берах, берех, да. Бир-каим. Ну, Яков говорит, нет, сказано про Иосифа, что внуки его родились на его бер-каим, на его коленях, так. Значит, в чем смысл этого созвучия или совпадения? В том, что когда мы произносим барух ата-шен, благословенный Всевышний, да, в четырех местах молитвы, ну, точнее, в трех мы произносим вот эти слова в одном. Бодим анах-нулах, да. Сгибает человек колени, да, поклоняется вперед, демонстрируя принятие божественной воли, так. Ну, кроме того, тот же корень в слове барейха, что такое барейха? Да, в современном, вы видите, это бассейн. Вот, в Танахе это озеро или, скорее, пруд. Вот, пруд, как правило, питается подземными источниками, либо в него что-то втекает. Ну, возьмите, например, озеро Кенерет, вот, которое называем морем за крупную величину, скажем так, да. Для Израиля. Да, да, для Израиля. Вот, в него вливаются воды реки Иордан, так. Точно так же и благословение, да, оно все прибавляется и прибавляется, если человек этого заслуживает, да. Да, веха калала. Калала – это, наоборот, это проклятие, да. Ну, можно увидеть здесь созвучие с корнем каль. Каль – это, значит, легкий, недостаточно неполновесный, да. Но, в любом случае, калала – это проклятие. И вот, если придут на тебя эти благословения, все эти слова, все эти дела о благословении и проклятии, ашер, которые, на тати, дал я буквально, ле фанеха. Слово лифней означает перед, ле фанеха – перед тобой. Моде, а не ле фанеха – благодарен я пред тобою. Так. Ну, здесь созвучный корень панай. Пней – по ним – это лицо, перед лицом твоим, так. Который я дал перед лицом твоим, то есть, и вышний предлагает на выбор благословения и проклятия. Выбор зависит от тебя. Ве га шево та. Эль левавеха. Значит, ле га шив от слова шув, шав. Что такое шав? Вернуться. А гэ шив – это вернуть, да. И, так, ве га шево та. И вернешь ты, буквально. Эль левавеха. Лев – это сердце. Левав – это тоже сердце. Аль левавхе ва аль навшихем, как шма, да. На ваши сердца и на ваши души, да. Эль левавеха – на сердце твое. И примешь ты на сердце твое, да. Бе холь ха го им во всех народах. Гой – это народ, да. То есть, будешь ты среди народов, да, и примешь на тебя, значит, поймешь это, положишь на свое сердце вот эти слова, ощутишь их. Вот ашер, ашер, которые эй ди ха ха. А вот этот корень, давайте посмотрим в словаре. Так, я переключаю на словарь. Так, что нам дает словарь? Вот так получше видно, да, покрупнее. Вот интересное значение в современном иврите. Снять с должности, устранить, спустить воду в туалете. Что-то убрать, да. Перевод, перевод, который, ну, скажем, русский перевод на сайте дает, куда удалил тебя. То есть, вот это вот слово устранил, удалил, да. Мы его видим, да. Еще посудомоечная машина слуха. Точно, медиах келим. Не очень понятно. Да, по-видимому, отталкивает грязь. Ну, да, удаляет, удаляет. Меня поразило, да, меня это каждый раз поражает. Не очень понятно. Так, сейчас мы посмотрим еще один близкий корень. Чуть попозже. Так. Да, да. Так. Значит, Гэйдиха-ха, вот этот суффикс ха означает тебя. Которые, то есть буквально, во всех народах, которые удаляет тебя, это имя Всевышнего, так, Всевышний Бог твой, Шама, Шама, это означает туда, то есть во всех народах, в среду которых удаляет тебя Всевышний, да, удаляет, имеется в виду, изгнание, как первое изгнание после разрушения первого храма, которое длило 70 лет, так и второе изгнание, которое длится, длится и никак не кончится, так. Можно вопрос? А здесь негативный контекст? Он удаляет, реально вас, евреев смывает, как посудомоечная машина, или все-таки нейтрально? Наверное, все же нейтральный, исходя из того, что в предыдущей главе, о чем мы читаем, о благословении проклятий и об изгнании, хотя там, в общем, во втором случае проклятий, в книге Дворим, как мы знаем, там хороший знак не проглядывается, но все же с ним все известно, удаляет, устраняет, устраняет временно, наверное. Само слово, в общем-то, нейтральное, судя по определению. Кажется, по слуху, все-таки, это, по-моему, всегда какой-то отрицательный смысл. Не знаю, я не могу сейчас вспомнить, чтобы это было что-то нейтрально положительное. А Дахат Эдим, например, это когда противозаконные действия, когда свидетелям, как кто-то заставляет их, значит, что-то такое, чтобы они, в общем, не давали свидетельства, да, нарушает нормальный процесс. Честно говоря, я не могу вспомнить Ирни Дахат, да, Чек Дахуй. А, вот, пожалуйста, самая замечательная, самая страшная вещь, Чек Дахуй. А-а-а, да-да-да. Чек Дахуй, отсроченный Чек, что же не у хорошего, да? Ну, что хорошего, по крайней мере, есть надежда. В общем, да, надежда, да-да-да. Хоть это и не... Есть причина волновации. Есть причина волновации. Надежда есть. У меня была идея назвать, дать такое название, значит, дуэту, который исполняет песни на русском и еврите. Да. Если два человека, значит, поют такие песни, да, название это им подойдет. Так, продолжаем. Вот. А, обратите внимание вот на это слово шамма. Есть слово шам, что означает там, да? Фигара по, фигара шам. А шамма, это означает туда. Часто израильтяне в устной речи путают это, да? Анигар шама, я живу туда. Хорошо. Ве шавта, тот же корень, что вот здесь, да? И возвратишься. Ад гашем элукеха. До Всевышнего Бога твоего. Что означает это возвращение? Это не физическое, географическое возвращение, а возвращение духовное, моральное. так? Ве шамата беколо. И будешь слушаться голоса его. Здесь слово коль, да? Через куб означает голос. Но напомню вам, нам это встречалось. Шо меа, это слышать, точнее, точный перевод, это не слушать, а именно слышать, да? А шо меа беколь, это слушаться, слушаться голоса его. Да, Дима? Ну, надо сказать, Равошерки мнение, да? Видите, у нас в коле отсутствует буква вав. А очень часто пишется шамата беколо с вавом. Да. Равошерки изучил все употребления коль в Торе. И он сказал следующую интересную вещь. Если у нас лишь моа беколо без вава, без вава, как сейчас, идет о возвращении в землю Израиля. Если у нас с вавом, то это будет исполнение заповеди Всевышнего. Ух ты. Да. Это на основании чего? На основании статистики. То есть он перебрал все... А, просто из контекста, да? Из контекста, да. Очень, очень, очень здорово проделанная работа, да, кстати. Ну что ж. Скажи, если можно, еще два слова все-таки. Вот это такая загадочная вещь, да? Вышавта Адаше Милухеха. Ад, обычно это Аткан. Вот Аткан, это очень распространенно. Вплоть до сюда, да. До сюда, да. Аткан. Человек что-то такое говорит, он говорит, вот до сюда мое выступление. Аткан. То есть, скажем, такое впечатление, что Мишавта Ад, такое впечатление, что есть какая-то, по прямому смыслу, какая-то черта границ. Вот до сюда можно дойти, а дальше перейти уже не будет. Идешь до. Ага, послушаем Диму. Есть спор между Рабьёна из Жеронди, ну, вы знаете, который самый главный критик был Маймонида. И мнение Маймонида, и они между собой спорят. Вот то, что сейчас ты читаешь, Ад, это мнение Маймонида. Чтобы назвать себя Бальшува, ты должен соблюдать 613 заповедей. То есть, ты должен буквально приблизиться к Всевышнему. А Рабейну Йона говорит, ничего подобного. Достаточно одну единственную заповедь начинать исполнять, перестать кушать свинину. И ты имеешь право себя называть Бальшува, и мы увидим это в следующих пасуках. Но если эта заповедь уже исполнялась и раньше, допустим, человек не убивал. В чем происходит изменение его поведения? Убивал. В тем, что раньше он не убивал просто так, потому что под руку не попадалось, и теперь он не убивает принципиально. Нет, он убивает рядышком, не имеет Тору, и знает, что Бог запретил. А другой не убивает, потому что не любит цвет крови. А, понятно. Если бы было правильно, если бы было написано Ла Шем, тогда, понятно, возвращаешься к Богу, как человек возвращается домой. Дальше будет. Дальше будет. Ты увидишь, да? Увидим. Ну, собственно, да. Собственно, тут так получается, что вопрос, почему ад? Ну да, почему ад? Почему до? Почему до? До – это непонятно. До – это вот ты как бы подойдешь, но не прилепишься. Вот насчет этого прилепиться будет у нас там дальше глаголок. То бишь, ты, может быть, не станешь еще цадиком, праведником, да? Но, по крайней мере, ты уже оставишь свои прегрешения. Я думаю так. То есть, это Макомна Пошанута, потому что до этого были призывы как бы возвращаться, а когда реально до чего, говорят, возвращайся, возвращайся, но вот только досюда. Сказано «возвратишься досюда», да? Ну да. Ты можешь сделать еще шаг, ты можешь оказаться внутри. Но этого достаточно, вот, по-рабейну Йону. Окей. Так. «Кехоль ашер анохи митсавха». «Кехоль» – как все, «ашер» – «которое». Значит, обратите внимание, что слово «ашер» в иврите, да, может переводиться «который», «которая», «которые» и так далее. В зависимости от того, о чем идет речь, поэтому я подсказываю вам здесь, как все, «которое», «анохи» – то же самое, что они, «я». «Метсавха». «Метсаве» – это «заповедую», то есть «обезую», да, «заставляю». «Ха» – тебя. «Гаем» – сегодня. «Ата» – ты. «Уви», «у», пардон, «Уванеха» и «твои сыновья». «Бинха» – это «твой сын», «Ванеха» – это «твои сыновья». Да? Вот в суббексе присутствует буква «юд», которую мы даже не прочитываем, да, но она показывает, что существительность стоит во множественном числе. «Бехоль левавха» «всем сердцем твоим». «Левавтак» «увехоль навшеха» «и всей душой твоей» от слова «нефеш». Так? Что-то, Дима, хотел еще добавить, да? Я хотел сказать, что очень часто, вот «уванеха», например, да, если не будет буквы «юд», но зато стоит «сеголь» под буквой «нун», это автоматически означает, что множественное число. То есть «сеголь» указывает на множественное число. «Сеголь» под «нуном» вы имеете в виду? Да, да, да. Ну, в данном случае, например, таких много глаголов. Это как часть суффикса, да. То есть в полном виде суффикс. «Уют» это еще неизвестно, если оно отсутствует. Множественное или единственное число. А. Так, продолжаем. «Вешав» и «вернет». Да? Мы снова видим этот корень, да? Собственно, слово «тшуба» от слова не от слова «шев» сидеть, а от слова «шав» вернуться. «Вешав Гошем Элукеха» и «вернет Всевышний Бог твой» от «швудха». Что такое «швудха»? «Возвращение твое», то есть «он» поможет тебе вернуться, так? «Вернет возвращение твое», то есть «примет твое возвращение к нему». «Ври хамеха», «вэ рихамеха» корень, «рэйш хэт мэм», да? Что такое «рахамим»? Милосердие, милость, да? «Рэхэм» это то место, где в организме женщины формируется плод, матка, да? и «смилуется над тобою», да? Отнесется к тебе милостиво, «вэ шав» снова «вернет», да? «Вэ кибец ха», что такое? Секунду, но здесь «шав», «шав» имеется в виду про Всевышнего, правильно? «Вернет», да. «Но вернет», по прямому смыслу. Интересно, что ты возвращаешься, и он тоже «вернет». Так, «вэ шавта», «вэ шав», да? Ну, я не знаю, может быть, надо было посмотреть формы, да? Это разные беньяны, да? «Вэ», собственно, тут мы бы сказали «гэйшив» вернет, возвратит. Да. Так, «кибец» от слова, от корня «куф бет цади», что означает «собрать» и «соберет тебя», «ми коль хамим» из всех народов, а «шер», которые «гэфиц», что такое «лафиц»? «Распределять», распространять, рассеивать, помните, сеятеля, да? Вы обратите внимание, он разбрасывает среди гуим, а собирает среди амим. Ага, кстати, интересно. И что это значит? Если бы я знал, я сейчас заметил. Ага. Ну, какой-то, может быть, комплимент народам, что пока евреи жили в твоей среде, то вроде вы народы и больше ничего от вас не требуется, но когда уже евреи вас покидают, да? Значит, еврейская Рафшеркин объясняет, чем гой отличается от ам. Я не слишком рафшерки цитирую. Да, да, так. Гоим — это политическое подразделение, то есть это народ, на который люди смотрят со стороны, и вот там поляки, русские, не очень русские, евреи. А если ам — слово, то это народ, который смотрит на себя изнутри. самосознание народа. Это папа, это начальник наш, мэр города. То есть вы понимаете, да, есть политическая структура, а есть структура народа как человеческая, созданная из людей. Понятно. Обратите внимание, что корень слова ам — айн мем — совпадает со словом им. Вместе, соединительный союз. То есть народ — это люди, которые все вместе. Это не просто случайный набор людей, которые, скажем, едут в одном автобусе. Это люди, которые у которых есть общие интересы. Так? Эфицха Гошем Элокеха Шама распределил, забросил, закинул Всевышний Бог Твой туда. Им Игее Нида Хаха. Если вот здесь им, в отличие от ам, который через айн, это если, Игее будет Нида Хаха. Посмотрите, сравните с этим корнем, да? Что такое Нидах? Я подключу вам словарь. Моменту. Как я его подключу? Так, я опять не вижу... Да, какие проблемы? Я не вижу... Ага, вот оно, вот оно, новая демонстрация. Так, Нидах, далекий, удаленный и даже Богом забытый. Ир Нидаха, помните? Или Ир Нидахат? Богом забытый, точно, да. Да, 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 да. Вот, это еще и заклятый город, из имущества которого, из имущества жителей, которого ничего нельзя брать себе. И вот Нидахэй Исраэль, да, это отсюда же тот же корень, так? То есть, если забросит тебя Всевышний, куда? Би кце га шамайм, кце это от слова кец, конец, край, на край небес, да, то есть, я не сторонник теории плоской земли, да, но имеется ввиду, что вот отсюда это не видно, вот горизонт, да, вот купол небес, и где-то там с краю находится какое-то место, куда тебя закинули. У меня сегодня был урок, к которому участвовали евреи из города Иркутска и даже из города Ангарска. Так, ми шам, ми шам, шам это там, ми шам оттуда, да, ми шам екабецха хашем элокеха, оттуда соберет себя Всевышний Бог твой, у ми шам, и оттуда екабецха, корень здесь кув хет, точнее ламет, кув хет, ламет, выпадает, да, лакаха, это значит взять, екабецха, возьмет тебя, ве-ге-ве-ви-а-ха, значит, здесь корень бет, выбывший вав и алеф, что означает приходить, ве-ге-ви, это приводить, ве-ге-ви-аха, и приведет тебя Всевышний Бог твой, эль-га-арец-ашер, в страну, которую яр-шу-аво-те-ха, значит, слово лар-э-шет, это принять во владение, во владение такое, когда имущество передается по наследству, так, имеется в виду, что евреи могли, хотя это было очень редко, владеть землей и в других странах, да, обычно евреям это не давали, но, но, но наследственное владение у евреев только в этой земле, так вот, ер-шу-аво-те-ха, значит, твои отцы, ви-ри-ш-та, и ты унаследуешь ее, буква гэй с точкой внутри, да, вот в этом суффиксе а, гэй по идее должно произноситься ври-ш-та, то есть унаследуешь ее, он показывает на третье лицо единственное число женского рода, да, можно два вопроса? Два, давайте два. Смотрите, мы, почему мы здесь читаем и находим интересные моменты, сначала всевышний якобет, сначала он собирает еврея по всему миру, а только потом он их лакахат, потом он их забирает, а потом берет, которые сидят в Австралии и в США, они говорят, нет, мы не должны сейчас ехать землю Израиля, смотрите, мы, он нас сейчас собирает, а потом он нас заберет, а не наоборот, сначала заберет, потом собирает, это оппозиция Хасидова, они берут вот Исторы, ждут времени, пока их всевышний заберет оттуда, из Америки, я просто знаю, они спорят по поводу этого пасука, вы видите, да? У Хасидов тоже разные бывают, А второй вопрос, вы берите, в Танахическом иврите, как я понимаю, если слово яраш, яраш-то, это означает силой овладеть, это не просто получить бумажку от мотарица, а речь идет о силовом захвате, правильно? Не думал об этом, просто владение, но смотрите, есть и другие термины, как, например, кебуш, вот, но можно посмотреть просто по контексту, в современном иврите ярушает наследство. Нет, категорически, потому что Рабейн Убахья, так говорит Орахаем, так говорят все, то есть Танахический иврит, ты же понимаешь, это не современный иврит. Но есть кебуш, но есть кебуш. Ну, каваш-то тоже есть, но если в Танахическом иврите написано бояраш-то, это означает не просто я взял бумажку, а пришел и завоевал, забрал силой. Ну, поскольку изначально такая ситуация она и была, то как бы по-другому и не было. В общем-то, да. Можно это выяснить исключительно вот исследованием, то есть посмотреть по контексту везде ли имеется в виду это, да. Здесь, например, я не вижу, чтобы было подчеркнуто, что ты эту землю завоюешь. Ты ее получишь, потому что Бог тебе ее даст. Первое поколение завоевывает, а остальные получают бы Яруша. Ну, в общем-то, да. Цав Яруша это, например, воля покойного наследствия. Да. Ни о каком завоевании тут речи нет, но это современный вид. Так. Окей. Продолжаем, да. Ве-гэ-ти-в-ха, ве-гир-бе-ха, что такое гей-ти-в от слова тов, да, и сделает тебе хорошо, ве-гир-бе-ха от слова гар-бе-и, сделает тебя большим, увеличит тебя, умножит тебя, ме-а-во-те-ха, от отцов твоих, как от отцов. Имеется в виду по сравнению с твоими отцами, то есть ты будешь многочисленнее, чем твои отцами, да, в общем, слава Богу, популяция растет, вот, к сожалению, в нашей истории слишком чисты моменты, когда количество евреев, общее количество падало на земле, но почему? По причине большой любви. Так? Ну, впрочем, мы-то знаем, что причина в чем? Причина в нашем поведении и реакции на него всевышнего. Так? Потому что хасиды сидели и выясняли, как правильно понимать посыл. Пока не приходили гои, которые становятся мимы, давали по голове, тогда все ставятся в свои места. Окей. Да, Василий, мы вас слушаем. Все, я нашел текст. Спасибо огромное, посыл. Окей. Чудесно. Так? Так, так, где я был? Ой, ты что? Так. У мальт. Кто догадается корень? Ну, как брит, как брит мела. Брит, как обрезан. И обрежет буквально, да. Отсюда могель, тот, кто делает обрезание. У маль, Гошем, элукеха, и обрежет Всевышний Бог твой эт левавха, сердце твое, да? То есть, сделает его чувствительным. Веэт левав зар эха и сердце твоего потомства. Слово зера означает семя, например, семена, лизроа, это семя, сеять, да? И потомство, да? Интересно, вот я подумал однокоренное слово зроа натуя, да? Мышца. В чем тут смысл? Не знаю. Почему мышца и сеть один корень? Я даже могу допустить, что нам это не объяснено еще, да? Так что, в чем это заключается? Ле-Агава. Обратите внимание, что это, в общем, это проще переводить глаголом, как в шма. Ле-Агава, это Ахашем, Элукеха. Собственно, здесь это полное повторение. Любить Всевышнего Бога твоего, всем сердцем твоим и всей душою твоей, в точности, как мы читаем в шма, в шма Исраэль, ле-Ма-Ан ха-Еха. Вот это уже другие слова. Ле-Ма-Ан, это во имя, ради, ха-Еха, жизни твоей, то есть именно для жизни твоей. То есть, если ты будешь любить Всевышнего, то это пойдет на пользу жизни твоей. Венатана Шеменокеха и даст Всевышний, Бог твой. Эт коль га-Алот, что такое Алот? Кто мне подскажет? А-Эле? Да? Это урок на целые полчаса. Чем отличается Алла от Сан-Аван? Алла это швуа, в которой есть клала. То есть, это первый вариант. То есть, Алла это проклятие, это швуа, клятва, в которой есть проклятие. Есть второе объяснение, что Алла это такая швуа, то есть, такая клятва, в которой есть условия в виде брахот, в виде благословения и проклятия. Условное благословение. Да. Ну что же, интересно. Так. Ну, в любом случае мы видим, что здесь вроде коннотация положительная. Так. Все эти, ну что, все эти обещания, все эти обетования Аль-Ойвеха на врагов твоих. Так. Венатан па-па-па-па-па-па. Веальсонеха и на ненавистников твоих. Оев это враг, соне это тот, кто ненавидит. Да. Ашер редафуха. Радав это преследовать, который преследует тебя. Так. То есть, что он на них обрушит? Ну, неблагословение же. Да. То есть, по-вашему, получается, вот это условное здесь. Смотрите, если мы берем Ураха и Макадоша, он переводит сто процентов проклятия, а Лайта проклятие. Наши русские переводчики стесняются говорить проклятие. Половина из них называет клятвенный обед, например, Гурфинкель, Йосифон. Некоторые обед, а некоторые клятва. Вот средняя посерединке, между клятвой и проклятием. Ну, давайте, давайте использовать слово клятва как более нейтральное. Да, не будем материализовать, да. Значит, клятвы Всевышнего в отношении врагов, в общем-то, понятны, да, что не клянется он ни в чем хорошим этим врагам. Так, и ты вернешься, снова этот корень, и будешь слушаться голоса Всевышнего, и исполнишь все заповеди, его митцва от слова цав, да, ашер анохи, которые я, митцва ха, вилю тебе, повелеваю тебя, гайом сегодня. Ве го тир ха ха шем элокеха, бехоль ма асе едеха, ве го тир, давайте посмотрим. Что такое го тир? Оставлять, да? Есть слово нишар, есть слово, какое же слово, нотар, есть слово го тир, так? Что такое в данном случае и оставит, так, минуточку, как я, так, ужасно, неудобно так переключаться, да? Бехоль ма асе едеха, да, во всех делах рук твоих, бифри битнеха, при это плод в данном случае, битнеха от слова бетен, живот, плод живота твоего, плод чрева твоего, то есть это потомство, у ви фри бе гемтеха, бе гема это домашний скот, и в при плоде домашнего скота твоего, у ви фри битнеха, адма тха, и плод, и в плоде земли твоей ла това, к добру, так, то есть, здесь, в общем-то, речь идет о благословении, да, ки яшу в га шем, когда вернет бог, ла сус, обратите внимание, что слово сус через два самых, а это что, это лошадь, да, здесь ничего похожего, что такое ла сус, радоваться, может быть вам более известно имя, слово сасон, которое может являться именем и фамилией, да, сасон ва симха хатан ва хала, да, ну, давайте я вам покажу, что у меня выписано, да, сас, радоваться, сасон веселье, так, радоваться алейха, радоваться по поводу твоему, то есть радоваться тебе, радоваться тому, что с тобой происходит, ла тов, на благо, ка ашер сас аль авотеха, как, ка ашер это как, каким образом, невопросительное как, да, как радовался он, это тот же корень в прошедшем времени, твоим отцам, да, ки тишма, потому что, в данном случае, потому что услышит, извините, тишма, это ты услышишь, ты услышишь, будущее время, второе лицо, да, беколь ашем, интересно, почему тишма, да, все правильно, да, беколь ашем элокеха, будешь слушаться голоса Всевышнего Бога твоего, лишмор митцвотав, чтобы и, чтобы, сейчас, минуточку, хранить заповеди его, ве хукотав, хок, это закон, да, причем, специфика закона, что этот закон иррациональный, закон, который невозможно объяснить логическим путем, это называется хок, да, хак тува басефер атора азе, записанные в книге Торы этой, ки ташув эль хашем элокеха, потому что вернешься ты к Богу твоему, да, здесь все-таки ташув эль, а не ад, как в прошлый раз, бехоль нававха у бехоль навшеха, всем сердцем твоим и всей душой твоей, обычно вот до сюда приводят прашат шува, но у нас время есть, и мы с вами почитаем немножко дальше, да, вопросы еще может быть какие-то? Наталья, рад вас видеть. Скажите, басефер гатора газе, это значит газе относится к сеферу в нектаре, да? Ну, не ктора, иначе был бы зод, да, сефер, да. Что имеется ввиду весь свиток Торы или свиток относящийся к этому месту, ну, мы не можем судить. По самому тексту это не видно. Хорошо, продолжаем. Ну, собственно, у нас тут мы где-то посередине главы сейчас. Так, ой-ой-ой, ушел у меня текст, ушел, ушел. Так, что такое? Угу. Так. А, понятно, в чем дело. Разрыв страницы здесь. Так. Странные запятые стоят. Кто это? Очень непосредовательно они тут расставлены, сразу вам скажу. Это не соответствует ни смыслу текста, ни интонации, с которой это должно читаться. Я просто не обращаю на них внимания. ки-а-ми-сва-зот, ибо заповедь это ашер-а-ну-хи, которую я мет-сав-ха заповедую тебе айом сегодня, ло-нифлет-ги мим-ха. Значит, сейчас мы разберем вот это слово, да, перед этим я скажу, что в нескольких местах Торы, в частности, здесь подряд три таких места, пишется ги через вав, но читается по-прежнему ги. Мим-ха от тебя, а что такое нифлет? Вроде бы, казалось бы, слово нифла, пэле, да, чудо, но перевод не сокрыто, она от тебя, и вот Раши переводит, приводит в своем комментарии еще несколько мест, ло-нифлейт ги-мим-ха, как аналогично тому, как сказано ки-и-фле, если будет сокрыто, но кто это передает, это только торгум. Что такое торгум? Наверное, Дима нам объяснит лучше, да? Да, торгум, это перевод на арамейский, есть несколько штук, самый, самый мидрашный, это ункил, самый мидрашный Йоханн, а самый классический, который переводится дословно, это ункилус. Кстати, интересно, я всем хочу сказать, вот мы часто слышим лишмо, 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 да, у ункилуса почти все, почти все слова переведены ликобель, то есть, если лишмо, голос, то ункилуса это принять голос, автоматически становится понятно, что к чему. Да, да, я хотел обратить ваше внимание, в чем смысл торгума и почему мы на него часто ссылаемся и даже опираемся. дело в том, что в те времена человек, который писал торгом, был облечен знанием, властью, авторитетом и так далее. Если он из возможных вариантов перевода на, ну, скажем, арамейский язык выбрал именно этот, вот как пример, который Дмитрий нам сейчас привел, да, вот, это значит, что в те времена именно так это слово в иврите и понимали. Соответственно, мы на это понимание можем положиться. То есть, это не просто перевод, который сделал кто-то, как, например, я, вот, а перевод именно авторизированный. Так, хорошо. Так, и еще один пример приводит, он, видно, сейчас я показываю вам слова, да, слова, да, значит, из, что такое плач? Это эйха, да, опустилась сокрытое, сокрыто и заточено в недоступном переведении. Я не показываю вам слова, сейчас я покажу вам слова. Да, да, вот я почувствовал, что чего-то, чего-то вам не хватает. Вот, вот он. Вот, собственно, здесь я выписал комментарий, который дается к тексту, да, вот, собственно, перевод, который дается на русский язык на основании комментария, который вот здесь дается. Хорошо. Возвращаемся к тексту, читаем дальше, да, не скрыта она от тебя, вело арехока ги, снова ги, слава, рахок, это далекий, рахока, далекая, то есть Тора не является далекой, недалеко она. Лоба шамайм ги, не на небесах она, шамайм неба. Есть спор среди мудрецов, то есть вы говорите Тора, но мудрецы некоторые говорят, что все, что мы сейчас с вами читаем, это заповедь шувы, то есть гамитсва газот, это не Тора, а это как раз митсва от шува. Ага, митсва, ага, точно, точно, по тексту скорее вот так, да. Просто обычно вот эти слова лоба шамайм ги это относится, относят это к Торе, но в общем-то это тоже резонно, так? Хорошо, и давайте читать, давайте читать точно по тексту. Значит, заповедь это недалека от тебя, лоба шамайм ги не на небесах, она леймор, что бы сказать, ми-я-але-лану, кто поднимется для нас, лану, это нам, а шамайма, то есть на небеса, ва-и-кахеха, йи-ках, корень ламет, выпадающий ку-хет, и возьмет ее лану, для нас, так? ва-я-шми-эйну, и мы ее выслушаем, шама, шин-мем-ай, да, а-та, о-та, ее. Значит, что такое о-та, это эт, кого-чего, да, с указанием на она, да, на нее, ее, ве-на-се-на, и сделаем ее, выполним ее, да, то есть мы бы, конечно, все это сделали, если бы кто-то нам ее поднес на блюдечке с какой? С голубой каемочкой, да, как флаг государства Израиля, такой же голубой, вело, ме-эвер, ла-ям, эвер, ла-авор, означает перейти, ме-эвер, это за, то есть с переходом, ям море, ме-эвер, ла-ям, за морем, ги, не за морем, а на, то есть как мы пришли к выводу с Димой, это заповедь, лей-мор, чтобы сказать, ме-я-авор, лану, аль, эвер, кто перейдет для нас через море, вай-ка-хэ-га, и возьмет ее лану для нас, вай-яш-ми-эйну, о-та, и мы выслушаем, а, не, пардон, вай-яш-ми-эйну, и даст нам услышать, это гиф-иль, да, и, как это, озвучит буквально, да, ее, вэ-на-сэ-на, и мы исполним ее, так, ки коров элеха гадавар ме-од, потому что, вижу, близок тебе, коров близок, гадавар это дело, ме-од, очень, да, бэ фи ха, в устах твоих пэ, у вил ва в ха, и в сердце твоем, ла асото, чтобы делать ее, здесь, на мой взгляд, подчеркивается, что не только при изучении, но и в сердце это должно быть, да, слушаю вас, бэ пи фа, и ла в ха, это устная письменная тора, парашек, но я не об этом хочу сказать, раф и сахар франт, внимательно прочитал, вот этот пасук, не за морем она, а с другой стороны моря, ты придешь и возьмешь, раф франт говорит, что это интернет, это наше время, мы сейчас с вами сидим, общаемся, с кем-то, кто-то сидит, среди наших 11 участников, за морем 100%, то есть, вот мы перед собой видим, развитие технологий, и учеба по интернету, учеба Торы, представляете, вот пророчество перед вашими глазами, вот, а на небе она, это очевидно, передача информации через спутник, здорово, спасибо это, это красиво получилось, так, хорошо, рэ, видь, роэ, так, это императив, на тати лефанеха, дал я пред вами гаем сегодня, эт га ха им, жизнь, вэт готов, и добро, и то, что хорошее, вэт ха мавет, мавет, это смерть, вэт хара, и плохое, да, ашер анухи митцавха, который я заповедую тебе, гаем сегодня, лэ ахава любить, эт га шем элокеха, Всевышнего Бога твоего, ла лэхет, идти, ходить, ла лэхет, это инфинитив, от корня галах, гэй ламет хав, би драхав, слово дэрэх, дорога, путь, да, дракхим, дракхим, это пути, дракхав, его пути, би драхав, путями его, идти его путями, вэ лишмор, митцватав, и хранить заповеди его, вэ хукотав, мы говорили с вами, что такое хог, законы, да, ум мишпатав, мишпатим, это тоже законы, но законы, логичные законы, с которыми могут согласиться, в частности, другие народы, которые Тору не получили, да, например, запрет воровства или убийства, вот, это вполне логически объяснимо, да, сегодня я украл у тебя, я украл, это хорошо, да, мне хорошо, значит, укрась хорошо, завтра ты украл у меня, то, что я украл у тебя, да, еще и захватил что-то, что у меня было, теперь тебе хорошо, а мне плохо, да, ну, в общем, логично, лучше не воровать вообще, что кому Всевышний даст, то у него и будет, так, значит, куким это иррациональные законы, а мишпатим это законы объяснимо логически, да, ве хаи та ве рави та, что такое хаи та, да, от слова хай, и будешь ты жить, да, ве рави та от слова рав, и будешь ты размножаться, то есть увеличиваться, то есть увеличиваться, у ве ра хэ ха, и благословить тебя, Гошем элокеха, Всевышний Бог Твой, ба арец, в стране, ашер а та ва, в стране, которая ты ве приходишь, да, шама туда, лэри штах, чтобы овладеть ею, да, чтобы получить ее в наследное пользование, но вот тут полностью в согласии с тем, что сказал Дима, речь идет из о завоевании, да, ве им ефне, и если ты обратишься, что такое ефне, возможно, тут тот же корень, что в слове паним, лицо, у меня, значит, есть определенное предположение, собственно, я слышал от своего отца, что русское слово шпана, имеет еврейский корень, какой? Шепана, который обратился, который повернулся к чему-то плохому, да, вот здесь этот корень, ве им ефне, левавха, и если повернется сердце твое, да, почему здесь ют, потому что это третье лицо, единственное число, он, то есть сердце, ве лотишма, и не будешь слушать, ве нидахта, слово нидах, это отверженный, заброшенный, как мы видели, да, ве гишта хавита, вот это вот длинное слово, это гид па эль, поклонишься, да, ла элогим ахарим, богам, чужим, другим, ва авад там, и будешь служить им, и если ты это сделаешь, да, если ты отвернешься, отвернешь, если, если отвернешь сердце свое, и не будешь слушать, и будешь служить другим богам, то тогда, что будет, ги гад ти лахем, вот я рассказываю вам, гайом, сегодня, ки, а вот таавэ дун, пропадешь ты полностью, обратите внимание, что корень айн бет далет, и алиф бет дайх далет, которые мы сейчас произносим одинаково, хотя произносить надо немножечко по-разному, да, я все-таки стараюсь, вот, они имеют разный смысл, но довольно часто они, значит, их похожее звучание обыгрывается, то же самое есть во второй части шма, и в скорости исчезнете вы, ибо исчезнете вы, и истребитесь вы, не будут долгими дни, не удлиняться дни, от слова арох, да, длинны, таарихун, я думаю, отсюда название специй, такой и тархун, да, как вы думаете, возможно, да, но, во всяком случае, лимонад, тархун, неплохой, да, удлиняться его дни, так, альга адама, на земле, ашер ата, которая, ты, овер, переходишь, эд аярден, переходишь, иордан, лавошама, чтобы прийти туда, ларишта, чтобы овладеть ею, га а, га и доти, бахэм айом, какой здесь корень, вот он, айн, далет, гэй, аэд, это свидетель, да, свидетельствую я вам, бахэм, айом, сегодня, это шамай, а, извините, не свидетельствую, а что, делаю свидетелями, привожу в свидетели, тай, так, то есть, делаю свидетелями этой клятвы, для вас, кого, это шамай, вея дарец, небеса и землю, да, слушаю, Василий, можно спросить, у этого слова, ярвеш, два значения, и унаследовать, и завоевать, я просто пропустил, а как можно понять, в каком случае, какое, ну, основное значение, это, все-таки, унаследовать, и передавать далее, по наследству, вот, во всяком случае, в тех, местах, где нам, встречалось, в нашем отрывке, да, я, я бы переводил, только так, но, некоторый смысл, есть в этом завоевании, об этом, Дмитрий говорил, немножко раньше, да, если Тора хочет подчеркнуть, именно завоевание, на мой взгляд, именно подчеркнуть, да, она использует другой глагол, но, может быть, намек, и в этом слове, тоже коренится, допускаю, вполне, так, значит, небеса и землю, «Хаим» – это жизнь, «Мавет» – это смерть, «Натати лефанеха» – «Дал я пред тобой», то есть, предложил тебе на выбор и то, и другое, «Абраха вега клала» – благословение и проклятие, «У вахарта» – «И ты изберешь», «Избери», «Бахаим» – «Избери жизнь», «Ле ма антихие» – «Чтобы для того, ради того, чтобы ты жил, «Ата везар эха» – «Ты и потомство твое». Так, «Ле аваэт Гошем» – «Элоэха» – «Любить Всевышнего Бога Твоего», «Лишмоа беколо» – «Слушаться голоса Его», «Уладавка» – вот слово, которое я вам обещал в начале, корень здесь «Далит бет куф», «Девек» – это клей, «Уладавка», точнее, вот так читается, «прилепиться к нему», то есть быть к нему близким. «Бо» – «Бо» – это не «в нем», а «к нему». Чтобы прилепиться ко Всевышнему, что это значит? Как понять вот это вот слово? Ну, Раши, нет, не «Рамбам», наверное, говорит, что прилепиться ко Всевышнему – это быть близким Его праведникам и мудрецам, прислуживать им, помогать им, но по прямому смыслу, да, быть близким ко Всевышнему и во многом подражать Ему, например, как «Он милостив, так и ты будь милостив», и так далее. «Ки гу хаеха, ибо он – жизнь твоя, ве орех емеха, и длительность, долгота дней твоих, ла шевет, буквально сидеть, то есть жить, альга адама, на земле, а шер нишба, которую поклялся, нишба, вот он, ниф аль от корняшин бет айн, а шев элу кеха, Всевышний Бог твой, ла аврагам, лейцхак у льяков, Аврааму, исхаку и Якову, ла тет ла хем, дать им». Ну вот мы очень четко закончили с вами. Весь параграф 30, а не только 10 первых стуков, которые составляет Парашат Шуа. Если какие-то вопросы еще есть, давайте. Если есть пожелания, буду рад выслушать. Так, и Натан нас, наверное, предупредит, как мы работаем в празднике. Сложные вопросы можно задавать или? Сложные вопросы задавать можно и даже нужно, но я не гарантирую ответы. Смотрите, почему у нас здесь написано везде ле фа не ха, зато везде, когда множественное число, написано лифнейхэ. То есть, вы чувствуете, разница очень большая. Еще раз не понял, в чем разница? У нас, когда единственное число, вот в данном случае, в этой пароше три или четыре раза написано ле фа не ха. Ле фа не ха, да. То есть, перед тобой. А когда у нас множественное число было, например, смотри, я даю ре, я даю перед вами, и там будет лифнейхэ. Ну, тоже самое ламет, да? Все то же самое. Почему не ле фа не ха? Почему там лифнейхэ, а тут ле фа не ха. Ле ли. То есть, ну, это, наверное, перегласовка, в общем-то, она чисто грамматически обусловлена. Ле фа не ха лифнейхэм. Может быть, из-за того, что хэм и хэн тяжелый суффикс, и он оттягивает ударение, и поэтому плывут немножко огласовки. Ну, чисто грамматически можно найти объяснение. Но просто иначе, иначе и не получится. Точно так же будет и бифнейхэм, и ми пнейхэм пред лицом вашим, да? Или от вас, например, враги побегут. Да. Угу. Ну, в любом случае, смысл однотипен, да? Вы согласны? Согласен. Или есть какие-то комментарии, которые на это обращают внимание? Нет? Я вот обратил внимание, я еще обратил внимание, что не всегда есть мопик, когда в самом конце ставится точечка. Через раз мы читаем с вами, но это есть, нет? Да, да. Ну, допустим, и без мопика, в общем, мы понимаем, что к чему. Мопик, в общем, делает хейз учащим. Хотя я не слышал, что кто-то вот, может быть, пару раз мне всего попадалось такое чтение Торы, которое вот этот мопик выделяет. Так, поднимал руку Тимофей. Тимофей, слушаем вас. Да, уточните, а в современном еврейте Ницавим, это статисты в фильмах, вот, слышал такую версию. Простите, не расслышал. Глава называется Ницавим, а в современном еврейте Ницавим, что означает, статисты или... Ницав, это тот, кто предстает. Я могу сказать, могу ответить. Ницав, это генерал-майор полиции, раз. Ницав, это перпендикуляр. Ницав, это статист. Ницав, это стабильность. Ницав, Ницав, Ницав. Но тут, вы понимаете, это современный, он далек от Ницавического. Ну, Стабильность, честно говоря, стабильность я не слышал. Яциф-2, Ницав, это Ницавим, да, действительно, Ницавим, это должность в полиции. Сган Ницав, Ницав, это да. Ну, а ты понимаешь, почему генерал-майор называется Ницав, или нет? Не потому, что он стабильно стоит на ногах, хотя, наверное, все генералы в израильской полиции... вообще слово стабильно есть. Нет, потому что Боас, когда он про Рут говорил, что, а кто эта девица? обращается он Ницав Аль-Хакоцрим, то есть поставленными... это да, приставленный. Я стабильности здесь не вижу. Нет, здесь нет стабильности, здесь начальник над кем-то. Ну да, 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 пристав, по-русски пристав. Вот русский пристав, это Ницав. Хорошо. Они хорошо знали текстуры, вообще говоря. Кто, полицейские? Да, мы будем... Смотрите, я не хочу забегать вперед, это называется спойлер, да, но у нас в Йом-Слише обсуждение. Так вот, один из вопросов, который будет интересно, уже перечисляются, да, все, которые будут, и перечисляются от большого до малого, правильно, включая, как бы, всех и Ницавим, и эти, 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 все, и включая вообще самых последних, которые, как там их дровосеки, и эти самые водочерпи. Обратите внимание, кого нету. Шофтим нету. А, понятно. Почему шофтим нету? Есть шофтим, только они скрыты в слове шватейхем. Потому что буква бет, бет, и она может меняться. А полицейские есть, почему так? Почему полицейские есть, а шофтим нету? Ну, так мы обсудим, но это ем с лиши, все нормально. Правильно, все правильно, сейчас говорить не буду. Еще я хотел сказать, тоже не делая спойлера, просто я не мог удержаться. Смотрите, мы сегодня обсуждали тшуу, правильно? Ну, вот здесь просто выпиюще совершенно, потому что все, что было тшууа, да, это, ну, как бы внутреннее ощущение такое, особенно сейчас, когда мы разобрали, это движуха. Ну, это явно движуха. Человек идет обратно туда, возвращается к Всевышнему, Всевышний к нему возвращается, до этого можно ходить, но совершенно нету темы раскаяния, то есть то, что по-русски переводится раскаяния, раскаяния вообще никакого движения нет, абсолютно. То есть в этом отношении, действительно, это перевод, который, ну, совершенно не соответствует действительности, абсолютно. Скорее, к сожалению, за отсутствие термина, ну, вообще, честно говоря, была попытка, вот, по-моему, еще до, до 90-го года Лена Ремонн делала интервью, и Майя Каганская ей возразила, я вообще, сказала она, не собираюсь ни к каким корням возвращаться, на что Лена ей отметила, Майя, это совершенно христианский термин, ни о каких корнях речи, в общем-то, и не было, речь шла о нашей близости ко Всевышнему и нашей привязанности к нему. Ну, смотри, я опять, сейчас мы уже в флотную к спойлеру продвигаемся, сейчас одну только фразу, но, тем не менее, поразительно, понимаешь, что вот это вот приближение к Всевышнему, оно термином, который явно говорит о движении назад, то есть идет движение явно назад, шува, это возвращение, то есть ты идешь вперед, возвращаясь назад. Слово шува перевести невозможно. Мы знаем, что шува, она состоит из трех слов, из раскаяния, из покаяния и принятия на будущее, то есть у нас харата, это раскаяние, дальше у нас видуй, это покаяние, а и кабала, лиатид, это на будущее. Как перевести шува? Я тебе скажу, это можно усложнить, почему, потому что ты правильно говоришь, шува трудно перевести, но в принципе есть устойчивое словососчитание хазара быт шува, то есть у тебя не просто шува, а у тебя еще и хазара быт шува, понимаешь? А что такое хазарот? Хазарот, это когда представление, то есть, как это хазарот, как это по-русски? Репетиции. Репетиция, да, правильно, то есть у тебя повтор есть, репетишен. Ну хорошо, господа и дамы, мы сегодня отлично позанимались, это как раз для вас будет как бы басист такой, фундамент для того, чтобы как следует подготовиться к Йом-Шлиши, блин, Эдер, завтра с утра опубликую вопросы, которые мы будем обсуждать. Как раз вот на основании того, что мы сегодня изучали, я думаю, что это будет очень хорошо. Ну дай бог, это будет у нас хорошей подготовкой и хорошей шаной тоже. Ну да, понятно, репетиция, окей. Тов, мы на этом заканчиваем. Всем удачи. Спасибо. Всем удачи, до встречи в Йом-Шлиши. Счастливо. Всего доброго, счастливо. Счастливо. Конечно.